Это Porsche 911 Dakar, и это результат того, что Porsche захотелось сделать спорткар для бездорожья. Да, этот приподнятый 911 сделан для ралли, а не для гонок по треку. Так что же нам теперь отменять предзаказы на GT3 RS, брать эту новинку? А вот сегодня и выясним, когда я расскажу вам всё о новом 911 Dakar. Обычный Porsche 911 это приземистые купе, а этот новый Dakar... нет, смотрится-то здорово. Но странно видеть новый 911 на задранной подвеске и здоровой внедорожной резине. Это авто сделано на основе Carrera S, но Porsche поставили на него такой же капот из армированного карбона с воздухозаборниками, как у GT3. Но это не единственная особенность, унаследованная от него, обо всём остальном расскажу чуть позже. У Dakar усиленная буксировочная петля и защитная панель из нержавейки на переднем бампере, также защита воздухозаборников из нержавейки, чтобы не повредить радиатор случайным камушком. Кроме того, хватает изменений и сбоку. Расширители колёсных арок из чёрного пластика и опять же металлические пластины на порогах. Porsche поставили на Dakar легкосплавные диски с уникальным дизайном. 19 дюймов спереди и 20 дюймов позади. Это меньше, чем у Carrera S, там 20 и 21 дюйм соответственно, но это компенсируется здоровыми шинами для бездорожья. Позади Porsche также добавили обвеса и ещё одну стальную пластину для защиты выхлопных труб. Чуть выше чёрный бампер с ещё одной буксировочной петлёй, кроме того, у всех Dakar уникальный фиксированный спойлер. Он сделан из того же армированного углепластика, что и капот а-ля GT3. Для нового 911-го Dakar серьезно доработали подвеску. Во-первых, она на 50 мм выше, чем у обычной Carrera S, и её можно приподнять ещё на 30, если нужно проехать по очень пересечённой местности. Итого, дорожный просвет получается 205 мм, это всего на 5 мм меньше обычного Porsche Cayenne. С поднятой подвеской максимальная скорость Dakar ограничена 170 км в час, если разогнаться сильнее, она автоматически опустится. Но в чём смысл высокой подвески, если она не подкреплена добротной резиной, поэтому новый Dakar оснащён разработанными специально под него шинами Pirelli Scorpion. Высота протектора у них 9 мм, усиленная боковина и дополнительный внутренний слой устойчивый к проколам при езде по камням с острыми гранями. Dakar также в базе оснащён системой активного подавления крена Porsche, чтобы исключить его на резких поворотах. Полезная штука как на дороге, так и на бездорожье. Что до двигателя, Dakar оснащён всё той же трёхлитровой оппозитной шестёркой с двойным турбонаддувом, что и 911 GT-S, то есть те же 480 лошадей и 570 ньютон-метров момента. Также у авто 8-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями и полный привод. Кроме того, Porsche поставили такие же активные опоры двигателя, как у 911 GT3, ему они обеспечивали дополнительную жёсткость задней части, что даёт максимальную манёвренность и управляемость. Ну а дополнительная жёсткость не помешает новому Dakar. Почему? Чем жёстче шасси авто, тем эффективнее работа подвески и лучше сцепление колёс с дорогой. Самое то для езды по пересечённой местности, на которую и рассчитан этот Dakar. Помимо прочего, Porsche добавили несколько эксклюзивных режимов езды. Режим бездорожья полностью поднимает подвеску и настраивает авто на плавную езду по каменистой поверхности. Режим ралли придуман для поверхности вроде гравия или песка и отправляет большую часть тяги назад, а не поровну на переднюю и задние оси. Есть также новый режим лонч-контроля для ралли, обеспечивающий наилучший старт на скользких поверхностях. Он допускает больше пробуксовых, нежели стандартный лонч-контроль, чтобы Dakar не застрял в грязи или на гравии. Но насколько он шустрый? Ну, новый 911-й Dakar разгоняется до 96 за 3,5 секунды. Всего на 0,2 секунды медленнее обычной Carrera 4 GTS. Ну и здоровые шины тоже повлияли на максимальный разгон. Обычная Carrera 4 GTS развивает скорость 309 км в час, а Dakar разгоняется до 240. В сравнении довольно медленно, но такой лимит установлен для защиты уникальной внедорожной резины, которая не предназначена для гонок на автобане. Porsche подвергли Dakar серии довольно серьёзных испытаний. Команда инженеров доставила два модифицированных 911-х в Чили и забралась на них на самый высокий вулкан в мире. Эти авто были основаны на обычной Carrera 4S и были оснащены семиступенчатой механической коробкой. Также Porsche поставили на них здоровые внедорожные резины и особые портальные мосты, как у Гелендвагена в квадрате. Они помогли увеличить просвет до 350 мм, что на 145 мм больше, чем у Dakar. Porsche также уменьшили у этих прототипов передаточное число, добавили охлаждение, блокировку дифференциалов и... лебёдку, а также систему рулевого управления электроникой. У серийной модели Dakar не настолько серьёзной комплектации, но так и ездить на своём весьма эксклюзивном 911-м по южноамериканским вулканам вы не станете, правда же? Для тех, кому Dakar кажется недостаточно привлекательным, есть опциональный пакет Rally e-Design. Самое очевидное у него это новый окрас, вдохновлённый 911-м, одержавшим победу в ралли Париж-Дакар 84-го года. Возможно, вы узнали в нём Ливрея Ротманс, но Porsche провели небольшой ребрендинг, сами понимаете, курить плохо и всё такое, и назвали окрас Rough Roads. Новый Dakar не только снаружи такой расфуфыренный, в салоне тоже хватает гоночных усовершенствований. На передней панели и накладках на пороге нового 911-го соответствующие логотипы, но главное изменение произошло позади. Porsche полностью избавились от задних сидений GTS, теперь вместо них добротный каркас безопасности, как в GT3 и GT3 RS. Также, подобно им, у Dakar моднявые ковшеобразные сидения из карбона. В отличие от подвески, снаряжённая масса машины Porsche как раз попытались максимально снизить. Всё благодаря и облегчённому салону, и карбоновой крышке капота от GT3, но кроме того, здесь ещё и облегчённые стёкла и аккумулятор, благодаря этому снаряжённая масса Dakar 1605 килограммов. Всего на 10 кило больше Carrera 4 GTS с автоматической коробкой передач. Впечатляет, если учесть, что у авто тяжёлые внедорожные шины и защитные плиты из нержавейки. Есть у Dakar и ещё одно занятное усовершенствование — багажник на крыше. Но багажник этот непростой. Он сделан так, чтобы на нём можно было надёжно закрепить специальные канистры для топлива и воды Porsche и складную лопатку. То, что нужно, когда направляешься в пустыню. Но главное — не возить всё это добро с собой в городе, а то, сами знаете, есть всякие любители поживиться. Благо, добро с логотипом Porsche на eBay нынче в цене. Также в багажник встроены дополнительные противотуманки и 12-вольтовый источник питания. Также можно докупить и палатку для тех, кто предпочитает кемпинг пятизвёздочным отелем. Также будут так называемые эвакуационные доски. Это пластиковые доски, а-ля снегоступы, которые подкладывают под колёса в случае застревания в песке или грязи. Может показаться, что Дакар — это уникальный спорткар, сделанный для бездорожья, но это не так. Ламборгини также работают над внедорожной версией среднемоторного куракана. Она называется «Стеррато», на итальянском это значит «грунтовка». Концепт этой модели представили в 2019 году, а серийную Ламборгини представят в конце этого ноября. Впрочем, они показали уже достаточно интересных видео, чтобы понять, как будет выглядеть это авто. Это будет последняя модель Ламборгини исключительно с ДВС, без турбонаддува или гибридов, так что это уже нечто особенное. А ещё она будет куда мощнее 911-го Дакара, поскольку оснащена тем же атмосферным V10 5,2 литра, что и обычный куракан. Недавний куракан техника выдаёт 640 лошадиных сил и 565 ньютон-метров момента. На 160 лошадей больше Дакара, но в крутящем моменте разница всего 5 ньютон-метров, потому что, разумеется, у Порше есть турбонаддув. Впрочем, у обоих будет поднятая подвеска, полный привод и коробка с двумя сцеплениями, но какое авто всё же лучше? Но при первой же возможности я устрою испытания двух этих моделей на бездорожье, поэтому обязательно подписывайтесь на нас и включайте уведомления о новых выпусках. Так вы точно ничего не пропустите. Но вернёмся к нашим Дакарам. Хотите себе такой? Ну, придётся поторопиться. Он уже поступил в продажу, Порше изготовит всего 2500 экземпляров, и стоить они будут недёшево. Минимум 173000 фунтов, более чем на 50000 дороже стандартной Carrera 4 GTS, и на 4000 дороже 911 Turbo S, и это ещё без учёта опций, вроде пакета, ралли и дизайн. Он обойдётся ещё в 18434 фунта. Но не всё так плохо. Можно быть уверенным, что новый Дакар, по крайней мере, будет намного дешевле грядущего Хуракана Стирато. Что ж, если видео вам понравилось, поставьте нам лайк, напишите, что ещё вы хотели бы посмотреть, нажмите на окошке слева, чтобы посмотреть ещё видео, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал, где есть масса других не менее интересных видео на автомобильную тематику. Спасибо за просмотр.